МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие школьники, знатоки православной культуры, вновь сердечно приветствую вас за этим круглым столом. Старайтесь в жизни своей стремиться к добру и удаляться от всякого зла. Святой апостол Яков так говорит нам об этом. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью. Пусть Бог благословит ваши добрые начинания. Бог вам помощь. Уважаемые телезрители, мы продолжаем серию игр 11-го международного конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины», в котором приняло участие 18 команд. И сегодня мы продолжим знакомство с командами школьной лиги, с ребятами из Брянска. Мария Ляпченкова, ученица 11-го класса 40-й школы города Брянска. Мария окончила музыкальную школу по классу фортепиано, поет на клеросе в храме и занимается в девичьей группе «Ласточка» православного военно-патриотического клуба «Форпост». Георгий Шилин, десятиклассник 2-й школы города Брянска. Активист российского движения школьников, занимается фехтованием. Сергей Никитенко, учится в 8-м классе школы номер 66 города Брянска. Панамарь храма в честь преображения Господня, окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Увлекается столярным делом. Иван Мартынов, девятиклассник 34-й школы города Брянска. Панамарь Брянского кафедрального собора во имя Святой Троицы, занимается мотокроссом и рисованием. Татьяна Скнарь, восьмиклассница 27-й школы города Брянска. Окончила музыкальную школу по классу скрипки, а еще увлечена баскетболом и рисованием. Павел Приходько, одиннадцатиклассник, школа номер 2 города Унечи. Воспитанник воскресной школы при храме в честь святителя Николая. Победитель Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. А сейчас я представляю ветерана этой команды, ее капитана Серафим Кузьменко. Он учится в 10-м классе 4-й школы города Брянска и подиакон митрополита Брянского и Севского Владыки Александра. Занимается в православном военно-патриотическом клубе «Форпост» и окончил музыкальную школу по классу скрипки. Вот такая дружная команда. Команда не новичок в нашем конкурсе, которая стала, кстати, победителем прошлогоднего 10-го юбилейного конкурса стантаков православной культуры, будет отвечать сегодня на ваши, уважаемые телезрители, 7 вопросов. Первый вопрос для своей команды выберет Мария Ляпченкова. Вопрос номер 7. Мария, откройте, пожалуйста, тайну. Вы верите в гороскопы? Честно говоря, нет. Слава Богу, я уже испугался, так присадумалась. Кстати, а что такое суеверие? В курсе? Суеверие? Ну, наверное, прежде всего грех, а так вообще вера в несуществующие, в какие-то знаки судьбы. Да, суетная вера, да, ненастоящая. Это действительно так, и напомню, что и гороскопы, и прочие-прочие суеверия действительно вы правильно обозначили как грех. Надеюсь, что и наши телезрители это знают также. А теперь, внимание, вопрос. Миланский герцог Филипп Мариэм Висконти был, к сожалению, очень суеверным человеком. Однажды, когда к нему прибыл посланник из Флоренции, то герцог несколько недель не принимал его, ссылаясь на то, что, по мнению придворного астролога, для аудиенции еще не наступил благоприятный момент. Когда же этот момент, по мнению астролога, наступил, то посланник Флоренции, человек несуеверный и, очевидно, остроумный, учтив, отказался от встречи вместе с тем, ответив, «Мне очень жаль, что я теперь не могу явиться герцогу, так как этот благоприятный для герцога момент». Завершите, пожалуйста, фразу посланника Флоренции. Время – одна минута. – Прошел. Он же был к нему готов? – Да, 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 да. – Может, он не был суеверным? – Ну да, он пошутить решил. – То есть, когда благоприятный момент был, ждал его? – У того был плохой момент. – А когда время прошло, то есть, возможно, переговоров уже не было. – То есть, нужно было закончить фразу для герцога этот момент благоприятный. Прошел, да? – Прошел. – Закончился? – Да. Уважаемый ведущий, мы можем взять досрочный ответ? – К сожалению, уже нет. – У нас готов ответ. – Пожалуйста, мы слушаем вас. – Мы, посвящавшись командой, пришли к выводу, что посланник из Флоренции сказал герцогу, что благоприятный для него момент прошел или закончился. – Итак, давайте сделаем следующим образом. Я начну эту фразу, а вы ее продолжите, хорошо? – Давайте. – Мне очень жаль, что я теперь не могу явиться герцогу, так как этот благоприятный для герцога момент, а дальше вы. – Прошел. – Так как этот благоприятный для герцога момент прошел. – Что же здесь остроумного? – Мы помним подсказку, что он, очевидно, был еще и немного остроумен, очевидно, и не суеверен. – Мне очень жаль, что я теперь не могу явиться герцогу, так как этот благоприятный для герцога момент неблагоприятен для Флоренции. Конец цитаты. Пока 1-0 пользователей зрителей. Георгий Шилин выбирает второй вопрос. Вопрос номер 6. Встречаем, это выносной вопрос. Фото трех десантников. – Какой знаменитый шедевр напоминает вам это фото? Ну, кто-то любой из команды, это пока не сам вопрос, это разминка. Что-то напоминает вам это? – Да, картину «Три богатыря». – Действительно, картину Виктора Воснецова «Три богатыря». Могучий святой Илья Муромец, смекалистый Доброникитич и молодой Алеша Попович обозревает родные просторы. Действительно, не перевелись еще богатыри на нашей земле. Есть кому защищать российское государство, родную страну и веру. А теперь, внимание, вопрос. Внимательно изучив форму военную, естественно, тех, кто изображен на фотографии, скажите, кто является их общим небесным покровителем. Время – одна минута. – Ну, они десантники. – Пророк Илья. – Они десантники, да. – Ну, там покровитель у них получается. – Пророк Илья. – Пророк Илья второго. – Ну, даже в праздниках на этот день. – Попробуем взять в смочную. – Или подумаем еще. – Подумаем. – Давайте, ребята. – Кто еще может быть у десантников? – По форме сказали определить. – По форме это они десантники. – Ну, да, видишь, пророк Илья. – Значит, пророк Илья, да. – Уважаемый ведущий, можем взять досрочный ответ? – К сожалению, уже нет. – Слава богу. – Давайте обсуждаем еще. – Стоп, ну. – Кто? – Посмотри вообще на эту фотографию. – Глубые десантники, десантники. – Вон, значок за прыжки с парашютом. – По сути, да. – Их вопрос такой, их небесный покровитель. – Да, кто их возник? – Пророк Илья. – Да, пророк Илья. – Альтам. – День выдавания, его правильный. – Да, 2 августа. – Да, 2 августа. – Да, не то, что кажется. – У всех летных войсков тоже, в принципе, по-моему. – Перед тем, как вы огласите ответ, скажите, пожалуйста, кто-то из вас с парашюта прыгал? – К сожалению, нет. – Ну, еще все впереди, вы так молоды. Итак, капитан команды, кто ответит на этот вопрос? Я имею в виду не про парашют, а про десантник. – На данный вопрос ответит Ляпченкова Мария. – Мы с командой считаем, что это пророк Илья. – С которым они и огонь, и воду, и медные трубы, если нужно, пройдут абсолютно верно. – Да, счет 1-1. – Третий вопрос для своей команды выберет Сергей Никитенко. – Вопрос номер 10. – Скажите, пожалуйста, Сергей, когда вы последний раз совершали какие-либо покупки, используя денежные знаки? – Вчера. – И что, если не секрет, вам удалось вчера прикупить? – Печенье. – Вкусно было? – Да. – Я рад за вас. – Вопрос не о торговле, хотя и связанный с деньгами. В древности на Руси к иконе относились с большим уважением, поэтому выражение «купить икону» считалось неприличным, даже некоторые считали его кощунственным. Хотя и икона приобреталась за деньги, поэтому наши благочестивые предки, чтобы не использовать такое выражение «купить икону», говорили по-другому. Знатоки из города Сарова Нижегородской области просят вас через одну минуту сказать, как говорили на Руси, чтобы не говорить «купить икону». Но чтобы было понятно, что речь пойдет о денежных знаках. Время – одна минута. – Пожалуйста. – Пожалуйста. – Пожалуйста. – Пожалуйста. – А как вы можете приобрести? – Приобрести? – Приобрести. – Не, это слишком просто. – А как ты помешивает? – Это деньги за деньги. – Икону определилась. – Пожертвование за икону. – Пожертвование за икону, ребят, не вы. – Можете подарили. – Вот что сейчас за шрамом пишут, стоимость жертвоподавания составляет столько. – Там стояла компьютерная цена, и там не было пожертвования. – Нет, говорю. – Пожертвования за икону. – Вопрос как приобрести? – Как приобрести? – Ну как я должна сказать, чтобы тебе продали икону. – Ну икону, её можно обрести. а если купить то приобрести не скажем рама пишет допустим стоимость пожертвования там за свечи вставляет столько-то рублей когда мы были в отпуске это тоже было и к нам же со спасением пожертвовать что я должен сказать пожертвовать что мы не даешь пожертвования себе как это нет пожертвования это и есть вот как бы эти деньги на храм там какие-то нужды итак капитан команды серафим кузьменко кто ответит на этот вопрос этот вопрос отвечу я капитан команды значит я не имею права с точки зрения культуры православной ну я или кто-то другой сказать я купил икону да ну как же мне сказать чтобы было понятно что я получил икону и при этом использовал денежные знаки вот такая задача у вас надо и так я купил икону не подходит а как могу ли я пожертвовать средства за икону я пожертвовал средства за икону ну вы можете конечно средства пожертвовать но на руси говорили немножко по-другому я выменял икону на день 21 пользу телезрителей и и четвертый вопрос мы сейчас выбирать не будем сейчас немножко отдохнем поскольку наступило время музыкальной перемены ксения рендюк поет нам свою песню а называется она россия великая родимая моя непобедимая россия ты такая лишь одна люблю покой твоей тиши и глубину твоей тиши и глубину твоей тиши манящую своей такой бескрайней добротой бескрайней добротой ты моя душа ты моя душа мой отчая и сила так с тобою мне хорошо до слез именем твоим я горжусь россия ты моя и твоя звезда ярче сотен звезд ты гордая и вольная врагом непобежденная ты матушка судьбиночка моя я руки выше подниму и не парусы и обниму где надо мною и твою белые летают журавли летают журавли летают журавли ты моя душа мой отчая и сила так с тобою мне хорошо до слез именем твоим я горжусь россия и твоя звезда ярче сотен звезд ты так нежна и трепетна красива с нелегкою судьбой моя страна пусть бог благословит тебя россия ты сила россия ты моя душа мой отчая и сила так с тобою мне хорошо до слез именем твоим я горжусь россия и твоя звезда ярче сотен звезд и твоя звезда ярче сотен звезд а 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 уважаемые знатоки и много уважаемые телезрители я напоминаю счет 2-1 в пользу телезрителей и за конкурсным столом сейчас находится команда из брянска четвертый вопрос для своих друзей выберет иван мартынов вопрос номер три это вопрос на заданную тему которая сейчас подготовили для вас ваши друзья знатоки православной культуры из города дзержинска внимание на сценическую площадку а а а и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не могу сказать, что вы правы, поскольку это была не просто история, это был вопрос на заданную тему, которую задавали вам ребята, ваши коллеги. Вот они и должны решить судьбу вашего ответа. Уважаемые знатоки, это была притча о блудном сыне. Счет таким образом становится 2-2. Ничья. АПЛОДИСМЕНТЫ Удалось вам удалось вам догнать телезрителя, а теперь посмотрим, удастся ли их одолеть. Пятый вопрос для своих друзей выберет Татьяна Скнарь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос номер 2. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 речь. Кто же она? Время! Где правда? А может правда, да. Ну, истинная правда — это как все. Вот я еще думал, вера ложная. Говорят же, вера ложная. Вера, мнимая вера. Вера бывает мнимая. Истина, ложная, наверное, не может быть. Ложно поняты. Правда может быть ложная, а истина не может. Она понята, ложная может. То есть истина правильно. Что правда ложная может быть. Да, нет, истинно. Без правды не может быть любви. Я тоже так знаю. Правда, а может, правда. Но истина и правда – это одно и то же. К сожалению, уважаемые знатоки, время истекло. Поэтому капитан команды должен назвать отвечающего. Отвечу снова я. Мы, посовещавшись, решили, что апостол Павел говорил об истине, то есть правде. Говорил апостол Павел и о истине, о правде, но в другом контексте. В данном случае речь идет о ином понятии, которое бывает часто ложнопонятое, и поэтому очень часто бывает мнимой. К свободе призваны вы братья. Или другая цитата. Где дух Господень, там и свобода. Речь идет о свободе, как необходимым условиям для существования любви. К сожалению, ответ был дан неверно. Счет становится 3-2 в пользу телезрителей. И шестой вопрос для своей команды выберет сейчас Павел Приходько. Вопрос номер один. Три вопроса из ларца, то есть три вопроса по 20 секунд размышления на каждое. Павел, вспомните, пожалуйста, вашу реакцию, когда вам что-то возвращали. Удивление, неожиданность, ну как-то не ожидаешь, что вернут, смотря что. Ну и что там вам такое неожиданное возвращали в последний раз? Деньги один раз вернули, неожиданно. Я уже забыл, что давал, как-то вернули. И слава Богу, что забыл, поэтому Бог и вернул. В 842 году всем православным кое-что вернули. Внимание, вопрос. Что же у всех православных раньше кое-что забрали? Время 20 секунд. 842 год. Да, 842 год. Вот храмы у них забрали. Это после, наверное, крестовых походов? Скорее всего, да, вернули. Нет, крестового похода позже. Я думаю, да. Хотя нет, они позже. Позже. Так что, мощи чьи-то? Мощи. Может, религию, Максимилиан, этот... Может, иконы, иконоборчество закончились? Соборы. Время. Ответит Павел Приходько. Мы посоветовались и думаем, что православным вернули иконы, потому что период иконоборчества закончился, наверное. Да. И таким образом мы имеем праздник торжества православия. Абсолютно верно. Ну, как вы помните, это три вопроса из ларца. Нужно, чтобы заработать победу окончательную, еще два раза правильно ответить. Готовы? Да. В Болгарии – Борис. В Венгрии – Иштван. В Польше – Мешко. В Дании – Харальд. В Норвегии – Олаф. А кто на Руси? 20 секунд. Князь Владимир. Да, Князь Владимир. Крестили, да-да-да-да. Подождите, а это не первый мученик? Нет. В Норвегии – Олаф. Ну, он был первым. Но он крестил. Ну, он крестил. Князь Владимир или... А кто у нас первый? Федор. Федор. Но их двое. Их двое, значит один, значит Владимир, и все. Итак, в Болгарии – Борис, в Венгрии – Иштван, в Польше – Мешко, в Дании – Харальд, в Норвегии – Олаф. А кто на Руси? Князь Владимир. И я читаю третий вопрос. Но я его не просто читаю, а вначале мы предлагаем вашему вниманию небольшую фотографию. Итак, очень короткий вопрос. Что изображено на этой фотографии? Время. У Василия Блаженова, похоже. Ну и Спас на Крови тоже. Ну и Спас на Крови, но я не вижу здесь. У Василия Блаженова немножко по-другому, мне кажется. Вот это вот что такое? С буквы – это, по-моему, Спас на Крови как раз-таки. Может, Спас на Крови такие. Это, по-моему, Спас на Крови. Василия Блаженова больше, наверное. Да, 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 да. Точно? Да, 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 да. Да, точно, 100%. Или наоборот? Нет. Все правильно, да, мы вам сказали. Время. Уважаемый ведущий, мы считаем, что это храм Спас на Крови в городе Санкт-Петербург. Конечно, храм Спас на Крови в Петербурге типологически купола и внешний облик этой святыни очень похож на первоисточник, который вы назвали, но потом почему-то решили отвергнуть. Это все-таки Покровский собор, он же собор Покрова Престой Богородицы, что на Рву, он же храм Василия Блаженова. Находится он в Москве, а снимок сделан фотографией сверху, с квадрокоптера. Очень похожи эти два храма. Счет таким образом становится 2-4. У вас есть еще один завершающий вопрос, седьмой, который выберет для своих друзей капитан Серафим Кузьменко. Вопрос номер 9. Этот вопрос пришел к нам из города Старый Оскол. Читали ли вы Полианну, повесть Элеонор Портер? Смотрели фильм. Замечательно. Преподобный Серафим Саровский говорил, что это надо делать постоянно. Цитата. От внутренней натуги ничего доброго не сделаешь, а от этого что угодно можешь совершить. Конец цитаты. Внимание, вопрос. Назовите это упомянутое в высказывании преподобного Серафима. Время. А что она меняла, прощала и радость? Молитва. А что она меняла? Другую версию. Другую. Молитву. Молитвы нет. Натуга и молитва это все это. От внутренней натуги ничего не сделаешь, если с помощью Божьей на Бога надеешься. Она все плохое предпрощала. Натуга. Это безрадость. Сам ничего не сделаешь, с Божьей помощью только. Полиан. Она радовалась. Другую версию, я понял, услышал радость. Что Блиан делала? Она все время все плохое. Придумывала что-то хорошее в этом и видела. Что она делала? Видела добро. Видела хорошее. Видела повод радоваться. Это был главный ее как бы девиз. Тут надо противоположность внутренней натуги, понимаешь? От натуги ничего не будет. От натуги облегчения. Ослабляться же вы не говорите, что натуги обслабляться. Свобода. Предаться в руки Божьей может уволить. От воли Божьей я думаю. Сначала отравлюсь. Итак, время истекло. Серафим Кузьменко, капитан команды. Кто ответит на этот вопрос? На данный вопрос ответит Ляпченкова Мария. Мы из команды считаем, что Серафим Саровский говорил, что нужно радоваться. Что это, это радость. И поэтому вы заработали еще один балл. Абсолютно верно считаете вы. Сложным, я бы даже сказал, порой драматичным было сегодня обсуждение знатоков над вопросами телезрителей. То ли вопросы такие попались, то ли может быть потому, что команда из города Брянска обновила свой состав, поскольку ребята подросли, стали студентами различных высших учебных заведений, поэтому большинство из присутствующих являются дебютантами. Для дебюта это достаточно интересная была сегодня игра. Вы обсуждали, вы старались, вы сражались до последнего. Я надеюсь, что мы увидимся за этим конкурсным столом с вами еще не один раз. А пока я просил бы выбрать лучший вопрос, который, по вашему мнению, попался вам за этот конкурсный день. А в это время представитель совета старейшин, протерей Алексей Остапов, скажет, кто был сегодня лучшим знатоком. Вот иконы вы меняли. Вот интересный вопрос. Надо было показать. Роковой. Ну да, роковой. Это как про пересмотр. Давайте про флорен. Про флорен. Могу, или на заданную тему. Мне понравилось. Интересная была. Красивая была. Да. Уважаемые знатоки, какой вопрос вызвал у вас сегодня наибольший интерес? Самым хорошим вопросом, по нашему мнению, был вопрос на заданную тему от команды из города Дзержинска. Благодарю вас, мне он тоже очень понравился. Поздравляем вас, ребята, с тем, что вы приняли участие в нашем конкурсе. Пусть вы не победили телезрителей, но самое главное – участие. Мы хотим отметить особо вашей команде Марию Ляпченкову и вручить ей вот эту футболку с эмблемой нашего конкурса «Зерной истины». Футболка, лавка. Спасибо. А также ей вручить команду о рассказах Александра Богатырева, о старцах русских. Ну а команда, которую вы отметили как лучшую, которая вам задала вопрос, команда Дзержинская получит на самую лучшую книгу «Это Святой Евангелие». Уважаемые телезрители, на сегодня наша игра подошла к своему завершению. На экране появился адрес, по которому вы можете присылать свои новые вопросы. Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, наш почтовый индекс 295-011, улица Герой Ваджимышкая, 9-11. Редакция конкурса «Зерно истины». На нашем сайте www.santakia.artox.ru любой желающий сможет узнать не только о истории нашего телепроекта, но самое главное помочь своей команде подготовиться к участию в нем. А я напоминаю, что наша телепрограмма подготовлена совместными усилиями Симферопольской и Крымской епархии, Министерства образования Республики Крым и телеканала «Первый Крымский». Через неделю мы познакомимся с еще одной командой полников. Это ребята из города Дзержинск. А на сегодня больше вопросов нет. До новых встреч. Ангела-хранителя всем вам. И не забудьте включить свои телевизоры ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Земля, как сицевая скатерть, В цветах в озерах до краев. Боюсь, для песни слов не хватит, А может и не надо слов. Цветы подарят ласку лета, Шепнут озера камышов, И где-то посреди рассвета Возникнет вдруг родимый дом. Возникнет вдруг родимый дом. Земля, как сицевая скатерть, На щедром свадебном столе. Боюсь, что музыки не хватит, Чтоб спеть достойно о земле. Нахлынет сердце вдруг при воле Желанным людям вечный зов. А где веселье и застолье, Там песня дедов и отцов. Там песня дедов и отцов. И там песня дедов и отцов. Там песня дедов и отцов. А как ситцевая скатерть, Её пошире раздели. И хватит слов, и песен хватит, И для души, и для земли. Лишь выйдя в поле с позаранку, Пролей на башню семь поклок. Земля не скатерть самов ранка, Она щедра лишь от трудов. Она щедра лишь от трудов.